Март 2023 года. Нана Гринштейн, Анастасия Патлай. Дискредитация. Герой. Любовь Андреевна Панкратова. Профессор Сахалин-ГИУ, уволенная и осужденная за дискредитацию российской армии. Наталья. Адвокат Любови Андреевны. Суд. Доносчики, судья, университетские суки. Малина. Журналистка, ученица Любови Андреевны. Петр. Фотограф, ученик Любови Андреевны. Александр. Учитель, ученик Любови Андреевны. Лиза. Учительница, ученица Любови Андреевны. Виктор. Ученик Любови Андреевны. Живет в Харькове. Лена. Жена Виктора. Живет в Харькове. Арина. Уроженка Харькова. Осужденная за дискредитацию российской армии. За пикет в Камчат. В настоящий момент живет в США. Шепот. Война. Женский род. Значение первое. Вооруженная борьба между государствами, народами, племенами или общественными классами внутри государства. Кровь. Женский род. Значение второе. Переносное, разговорное. Убийство. Убийство. Средний род. Значение первое. Процесс действия по глаголу «убивать». Значение второе. Результат такого действия – насильственное лишение жизни. Изгнание. Значение первое. Процесс действия по глаголу «изгнать». Значение второе. Результат такого действия. Изгонять. Значение первое. Заставлять уйти, выгонять, прогонять. Значение второе. Вынуждать, покинуть родину, оставить дом. Значение третье. С боем вытеснять противника с занятой территории. Мирный. Значение первое. Не военный. Значение второе. Не принимающий непосредственного участия в военных действиях о гражданском населении. Таким образом, в спорных текстах с первого по шестое имеются высказывания, содержащие утверждения о разрушении вооруженными силами Российской Федерации городов на территории Украины, а также убийства ими мирных граждан. Ссылки на какой-либо источник информации отсутствуют. Я пережила в этот период, знаете, как бы присутствие на собственных похоронах. Знаете, люди никогда не знают, что о них скажут. Вот над гробом, потому что они это не услышат. А я услышала. Я услышала, кто промолчал. Я услышала, кто проклял и отказался. Две подруги близкие порвали со мной отношения. А теперь я повторяю, что я не вижу за собой никакого преступления, за которое можно разорвать отношения. Особенно с двумя из них, с которыми довольно длительные, многолетние были отношения. Ну, вспомнила Ренату Литвинову, что смысл жизни найти своих и успокоиться. Так что, наверное, не свои были. Даже при условии сорокалетней дружбы. И поэтому я стала думать о том, что, может быть, это не случайно было дано, и может быть, со знаком плюс, а не минус. Может быть, это было мне дано для того, чтобы я, ну, скажем так, утвердилась в каких-то мыслях, что-то проверила. Сколько мне студентов написали. У меня пухла почта. Я сначала собирала, потом уже прекратила собирать. Вот почему я говорю, что я пережила похороны при жизни. Потому что обычно такое говорят только, когда человек уходит. Какой вы были преподаватель, сколько вы в нас вложили, как мы вас любили, какой вы и так далее, и так далее. И вот это, конечно, меня очень растрогало все. Очень многое. И нынешние студенты, и выпускники, и приезжали домой, и деньги привозили. И я говорю, ребята, вы меня до слез доводите. Один бывший студент хотел кафедру нашу как-то расшевелить по этому поводу. Даже написал вот такой пост. Кань, где брат твой, Агель? Вот эту короткую и очень заметку говорил. Кафедра русского языка. Не понимаете ли вы, кто вы? Кань или Ады? Вы Кайны. Я только хотела бы вот что спросить. Я-то остаюсь здесь, и я хотела бы просто немножко себя обезопасить. Насколько это может, ну, мою жизнь изменить? Я прошу просто как бы меня защитить как-то, защитить. Что это будет и насколько это будет. Потому что я не хочу никуда уезжать. Потому что мне уже этот следователь, который со мной беседовал, сказал, что если вы будете продолжать свою антигосударственную деятельность, мы будем вас привлекать к уголовной ответственности. Вы не боитесь, что вот эта ситуация меня накроет? И я испугалась, и сразу тик, и под подушку накрылася. Я лежала-полежала, поднимаюсь у третий. И стоите, и так же дивиться на меня, а я на него. И это же не сон, не сниться, как я своими глазами вижу его, и не сонная я ніяка. Подивилась я опять, и упала на подушку под маму. У четвертий раз поднимаюсь, у кимнаті темно, нема світу ніякого, и дедусе нема. И мама проснулася, а я маме говорю, вы знаете, что около нас было, а не что? О, что за дед, говорю, колона стоял, вот такие-такие, рассказываю я. А она, а что ж ты меня не разбудила, говорю, я же вас толкала, будила, а вы не просыпались. А, ну, значит, то не у меня неведение, то тоби предвидение, так значит. Записано село Клеменьково Ровеньского района Сахалинской области от Удодовой Анны Марковны, 1925 года рождения. Ректору НИУ Сахалин ГУ, добрый день, поздравляю вас с Днем Победы. Я, Бухалов Владимир Владимирович, действующий военнослужащий, подполковник Вооруженных сил Российской Федерации. Прошу вас обратить внимание на вашу сотрудницу Панкратова Любовь Андреевна. Ваша сотрудница в социальной сети ВКонтакте позволяет себе распространять фейковые новости и своим комментариям в отношении действий сотрудников МВД и политики нашего с вами государства. При этом называет Россию изгоем и агрессором. Все ее комментарии сохранены и в случае необходимости могут быть предоставлены. Прошу вас оперативно отреагировать на мое обращение и провести разъяснительную беседу с гражданкой Панкратовой, ведь она ведет образовательную деятельность и вкладывает в юные умы знания, при этом позволяет себе высказываться подобным образом. Скриншоты переписки прилагаются. Реальный ли это человек, или это человек из органов, который отслеживает комментарии, мы до сих пор не знаем. Анонимка, она ушла сразу же в Министерство образования и губернатору. Разберитесь с преподавателем. Она недостойна звания преподавателя, чтобы в это время преподаватель высказывал такое мнение. Она не патриотична. Они сразу же... Там выходили праздники как раз майские, и пришла эта анонимка. И из уже Министерства образования Сахалинского они спустили в институт. В институт, ничего не сообщая Любовь Андреевне, они просто обратились в органы ФСБ и МВД. Откуда они получили ответ, что состава никакого нет? Далее в институте они нашли какого-то преподавателя философии, который после ответа из МВД этот преподаватель философии провел какой-то свой... Я даже не знаю, как это назвать. В заключении о результатах проведения служебной проверки НИУ Сахалин ГУ согласно результатам проведенного исследования от 12 мая 2022 номер ИП 111037 Чуркин ВВ пришел к следующим выводам с позиции историко-философской квалификации и поставленных перед специалистом вопроса содержится ли в предоставленных материалах сведения, в которых отражены признаки экстремизм, или террористической деятельности. Представляется возможным говорить о том, что в материале файла Панкратова «Не могу молчать» содержатся сведения, в которых усматриваются механизмы возбуждения социальной или национальной розни посредством унижения национального достоинства. Кроме того, в исследуемом материале файла Панкратова «Не могу молчать» содержится неаргументированная оценочная информация, которая может являться прямым нарушением статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Этот факт требует проведения отдельной, комплексной историко-лингвистической экспертизы. Также в исследуемом материале в файле Панкратова «Не могу молчать» и в файле «Любовь Панкратова» содержится неаргументированная оценочная информация, которая может являться прямым нарушением статьи 20.3.3 КОАП РФ или статьи 280.3 УК РФ. Надпись на полях. Нет ответа с ФСБ и МВД. Я выставила «Не могу молчать» вот первые дни начала войны. Ну я его, послала его в Ватсапе, у нас есть профессиональная группа, ну наша, я имею в виду кафедральная. Мне заведующая цикнула и сказала, что не надо таких вещей писать, это ваша личная позиция. Я ее убрала. Я выставила ее ВКонтакте, но вечером у меня опять был звонок и сказали, уберите, потому что это вы компрометируете не себя, а в ВУЗ. Ну, я убрала. Вот. И это было где-то буквально в начале марта. Из дневника. 15 марта 2020 года. 74-й день года, вторник, 20-й день войны на Украине. Уроков всего 4, но впереди классный час. Утром хорошенечко к нему подготовился, понял, что говорит, зачем, в какой последовательности. Сначала показал детям фаргмент «Обе-белое» из фильма «Я и другие». Потом рассказал о гуманизме, о Франклее, кто-то даже знает его. Показал фрагмент передачи с Ильей Яшиным, где он говорит, что нужно сорвать несколько источников, чтобы понять картинку. Показал фрагмент с Овсянниковой, который порвался на центральное телевидение. Наконец, дал какие-то рекомендации, что почитать, что послушать. Потом ответил на 4 вопроса. О том, трусит ли новое, если не пишет о войне и затирает слова. Могут ли работники школы, институтов идти против государства, на которые работают, которые платят им деньги? И стоит ли ждать какого-то принуждения для вооружения, поддержки времени? Я, мне казалось, была осторожной. Во-первых, я часть каких-то текстов писала под псевдонимом. Часть других я как-то старалась подбирать слова. Ну, не называть, в общем, войну войной, если это не цитата. Потом я, наверное, вообще расслабилась, меня никто не трогает. Я стала фиксить для иностранных журналистов, французских и так далее. То есть они приезжали в регион писать репортажи, им всегда нужен был такой вот какой-то человек, который бы их сопровождал, чтобы они никуда не влезли, ни на что не нарвались, ну и с кем-то сводить, с кем-то знакомить. И за нами следили фейсбэшники все эти разные, но они нас не трогали, а я сильно не напрягалась. А потом, это было 25 июля, наш главный редактор позвонил мне и сказал, давай быстро не поезжай, там уже будет проверка, возможно, даже делай. И я на следующий день была в другой стране. Журналистов, которые работали в Сахалине, таких независимых, честных, хороших, как я и мои друзья, и коллеги, их там уже совсем мало осталось. Кому-то пришлось уехать, кого-то выдавили, кого-то выдавили с работы. И люди, которые, в принципе, всегда считались неудачниками в профессии, они сейчас стали подниматься. Они разместили все зиги у себя и, в общем, стали занимать должности там. Допустим, один мой бывший однокрупник сейчас председатель Союза журналистов регионального. И там просто стыд, что он творит. Моя преподавательница, я училась в металлогическом факультете в Сахалинском музее, может быть, вы слышали эту историю? Ее недавно уволили из вуза за то, что она против войны писала там что-то в ВКонтакте. Ее уволили по статье о моральном простудке. И плюс еще осудили, оштрафовали по статье о дискредитации армии. А она моя преподавательница, она профессорка. Я позвонила ей сразу же. Мы с ней поговорили. Мы просто поговорили, без интервью, без всего. И мы, наверное, разговаривали. Ну, час, наверное, говорили по телефону. Потом я пришла к ней на суд. Два раза я приходила, чтобы ее просто поддержать. Ну, встретила там Петю, которого тоже давно не видела. Петя была Лиза Воронина и Александр Потапенко. Он тоже ее студент бывший. Он работает учителем в школе, преподает русский язык, литературу. Кстати, тоже очень классный учитель, классный парень. Ему тяжело очень сейчас в этой системе. Он, кстати, повесил там у себя в школе, в классе плакат. Там написано то ли не от войны, то ли еще что-то. Его там постоянно сдирают ученики, он вешает обратно. Как он еще там работает, как он жив. И потом я сделала с любовь Андреевны интервью, в котором она очень подробно рассказала, как ее прессовали ее коллеги. На вот этих всех парком, будем так называть, и собраниях. И вот это все мои любимые преподаватели, которые, я не знаю, научили читать антиутопии и все прочее. И это очень страшно. Как они поднимались и что они говорили. Как-то, не знаю, началось какое-то в голове такое деление. Вот эти за войну, эти против войны. Вот этот преподаватель. Почему он молчит? Почему он ничего не говорит? Этот там выставил букву Z, этот не выставил букву Z. То есть я не знаю, как-то, ну, видимо, в человеке есть какое-то первичное, свои, не свои. Вот у меня началось какое-то это глупое деление на своих и чужих. И тогда Любовь Андреевна писала в ВКонтакте много. Не в комментариях, в каких-то группах, за которые, собственно, суды были. Она просто на своей странице что-то выставляла о том, что что-то ужасное происходит. И я тоже выставляла. Ну, более мягко, чем Любовь Андреевна, но тем не менее. И получается, что мы просто узнали, что у нас одинаковая позиция. И Любовь Андреевна жила очень недалеко от моего общежития, там буквально две минуты пешком. Мы иногда виделись, вот просто виделись на улице. Иногда какое-нибудь хорошее стихотворение увидишь там, скинешь Любовь Андреевну. Она там какую-то видеозапись. То есть мы общались по поводу всего того, что происходит. И когда-то в мае месяце еще не было ни вольни, еще не было ни дела, мы с ней встретились. Да, и она сказала, не знаю, как это сказать правильно, что я там травят на кафедре. То есть, что начались какие-то разбирательства на кафедре. Что было какое-то их внутрикафедральное какое-то собрание, где мои другие преподаватели рассказывали Любовь Андреевне как надо Родину любить? Она всегда куда-то торопилась, куда-то спешила. Такой возвышенный, легкий человек. Может быть, немножко странный человек. Я бы сказал, что я заметил, что странный не тогда, а вот сейчас. Ну, она просто добрый человек. А любой добрый человек кажется странным сейчас. Потому что это сейчас большая виртуз. просто я ее не видел все это время. после того, как окончился суббор. В общем, как-то я закончил. Я подошел, она осталась там у каждого своей дороги. И каждый продолжает жить по-своему. Она преподает, я занимаюсь, работаю, детей воспитывают. Ну, обычная жизнь. Вот почему мы с ней сейчас встретились? Потому что для меня это было шоком. Когда я прочитал в новостях, что собираются наказать Львов Андреевну, когда я прочитал за что я собирается наказать, еще больше шоком. Когда я начал немножко во все это углубляться, узнавать, что там, да как там произошло, какие последствия, то, что уволили, то, что устроили в университете на одни судилища, вот эти. Ну, это было не то, что шок. Это, ну, это еще больше я погрузился весь этот сериализм, который нас окружает. Я из Камчатки, Сахалинская область. Где-то родился, жил, учился. Потом в армию ушел. А после армии я в Харьков поступил в институт, и вот здесь так и остался. Я в школе был, ну, не отличник, хорошист. Ну, не зубрил, ну, ну, так сказать, обычно, нормально учился. Она была самая любимая. Она к нам пришла после трех лет практики в институте, и она была у нас до девятого класса. Любовь Андреевна, вот, вот чувствовалось по ней, что она, вот ее уровень высокий. Для нас она очень много значила в школе. Вот, я даже не могу объяснить, вот не было панибратства с ее стороны, не было какого-то там заигрывания с нами. Ничего этого не было. Она, она для нас была вот такой моральный авторитет вот в эти годы. Я, я не могу не назвать ни одного какого, я не знаю, момента, где мог как-то разочароваться в ней, ну, вообще ни разу. И вот, после школы просто вот мы с ней всегда переписывались, всегда вот, как она, где она, чем занималась, ну, мы, конечно, были в шоке, когда ее уволили. Если, если таких преподавателей увольняют, то что останется тогда, в конце концов? Ну, кто, если не она? Такие, как она, они должны поднимать Россию. Учить патриотизму. Как она меня научила патриотизму? Я до последнего, я же любил Родину. Я бы сказал, вот так вот, такие, знаешь, она была раньше, вот все на круге своя, преследование, достойных увольняет. как говорят, время подлецов, да? Вот сейчас вот, сейчас время подлецов. Меня люди разочаровали очень сильно. Не Путин. я знал цену Путина, я знал, подлец, поступает как подлец, а люди нет. Я разочаровался. Я вам хочу сказать, что сейчас такое настроение, ну, вот с кем мы общаемся, конечно, не у всех. Что единицы, которые мечтают, что все закончится, и вот скорее поехать на кладбище к родственникам. А в основном, сейчас у всех такое настроение, вот война закончится, и построить там пять метров стену, чтобы никого не видеть и не слышать. Или вырыть Марианскую впадину. Не, не. Именно построить стену и не видеть, и не слышать. Я бы сказал, вот так вот. Вот для меня мир бы рухнул. Да, вот тот родительский, если бы Любовь Андреевна была бы другая. Вот реально рухнул. Вот получилось так, что накануне того, как я вот об этом узнал, да, меня приносили на такую релекцию, на лекторию по современному русскому языку, и там была моя преподавательница вуза и еще там один учитель, коллега, может быть, в школы. Мы там побеседовали, побеседовали о войне, поговорили обо всем. Да, что и как. На следующий день я узнал, что с Любовью Андреевной вот это произошло на факультете. И я узнал звонка, мне позвонил кто-то. Нет, подбросил. Я сам себя задал вопрос, а почему мы об этом не поговорили? То есть, наверняка коллеги знали, они вместе работают. Почему мы говорили обо всем, о чем угодно, в том числе о ситуации с войной, о том, что как бы уезжать, не уезжать, а вот об этом без слова не было сказано. Наверное, было либо стыдно, либо почему-то каким-то причинам это вообще, так сказать, незначимое событие оказалось. Хотя, я не хочу сказать, что коллеги такие, понимаете, однодушные, такие, сякие. Понимаете, меня все подбросило. я хотел звонить, писать и стыдить их всех. Но потом понял, что это, наверное, как-то не очень хорошо это сделать. Ну, как-то так, да. Я понял одну вещь, что мне просто нужно ехать при более ангеливном, и все равно. я юрист, волонтер ОВД Инфо. Я участвую во всех акциях, во всех штабах ОВД Инфо. И мы, как юристы, если, допустим, по местности появляются какие-то дела, то есть, мы беремся за эти дела. У нас, Сахалин, особо не сказать, такой город протестный. Если какие-то протесты проходили, и так как я имею юридическое образование, мне нужно было помогать людям. И было очень, много протестных акций. И я решила, что я могу быть полезным таким человеком. И вот стала помогать. Вот Любовь Андреевна это вот, это практически разрушенная жизнь. Также, если посмотреть, она, она жила этим столько лет. Это ее жизнь. Это стала ее жизнь. И человека взяли просто и разрушили жизнь. Из ничего. то есть, для меня, если брать с юридической точки зрения, она не сделала ничего. То, что мне вменили, это было в начале апреля в комментариях. Есть такое сообщество, «Шепот Камчатки». Камчатка – это город, в котором я родилась. Это в Сахалинской области, это рядом. И, может, его сейчас слышали, потому что он как раз самый у нас сейчас подверженный бомбардировкам. Он находится в 5-8 километрах от границы. Мы раньше из Камчатки, когда в нем жила и училась, мы пешком ходили в Волчанск, это соседний райцентр украинский, за кабасой и маслом и так далее. Я хорошо это помню. Эти 5-7 километров нетрудно было преодолеть. И где-то в начале апреля появилась там эта ВКонтакте, группа ВКонтакте, и там осуждали женщину, которая вышла на площадь Камчатки с плакатом «Нет войны». 24 марта 2022 года в 13-м часе ФИО-8, находясь в общественном месте в районе, адрес публично демонстрировала плакат с надписью «Я за мир, нет войне», чем дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан в поддержании международного мира и безопасности. Виновность ФИО-8 в совершении административного правонарушения помимо ее собственных показаний подтверждаются рапортами должностных лиц, фотоматериалами, а также составленными в отношении ФИО-8 процессуальными документами. Так, 24 марта 2022 в 12 часов 35 минут и в 12 часов 40 минут дежурную часть ОМВД России по Камчатскому городскому округу от непредставившихся граждан поступили сообщения. Руководствуясь статьей 29.10 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях суд постановил ФИО-8 признать демену. Ну и я прочитала кровожадные отзывы там по поводу того, как она может. И там написано было, что она 10 лет тому назад приехала из Харкова. И она переживает о судьбе своего родного города. Ну и пошли ей упреки. Вали в свой Харков. Ну, непотребство всякое. И я вступилась. Рятувать. Помогать, спасать. Рятуйте люди добрые. Рятувать. Помогать, спасать. Рятуйте люди добрые. Будьте бдительны. На 1 мая не вздумайте петь. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Это прославление флага Украины. Штрафов не огреветесь. Милу мир тоже опасно. Подозревается, что где-то есть В3 звездочки А. Ой, простите, спецаппарат. Маскируемая лексема В3 звездочки А восстанавливается из контекста как война. Нет В3 звездочкам Е. Однозначно нельзя. Срок намотают. А в остальном прекрасная маркиза все хорошо. Все хорошо. Ирина Коваленко, любовь, вы учитель? Патриотизму не научите точно. Такая каша в голове у вас. Ирина, главное, что не борщ. Патриотизму не учат. Патриотом не становятся, когда есть чем гордиться. Мы гордились своей страной в 45-м, в 61-м. Мы гордились нашими спортсменами и промышленностью. А теперь гордиться тем, что мы бомбим города, убиваем и выгоняем людей из их страны, за то, что цветную страну превращаем в руины, только за то, что она не хочет жить, как мы, где за слово с точками штрафуют и сажают в тюрьму. Референтная ситуация представлена в высказывании за то, что цветущую страну превращаем в руины только за то, что она не хочет жить, как мы, где за слово с точками штрафуют и сажают в тюрьму, в котором актуализируется пресуппозиция. Жители России превращают в руины процветающую страну. Превращать. Первое значение. Придавать кому-либо чему-либо новый вид, обращать во что-либо иное, переводить в иное состояние. Руины. От латинского руина развалены. Развалены какого-либо строения, сооружения, цветущие. Четвертое значение переносное, успешно развивающиеся, процветающие. Процесс действия, выраженного словосочетанием «превращаем» в руины, соотносится с действиями, выраженными словосочетанием «бомбим города». Ирина Коваленко, значит, когда в Донецке и Луганске убивали людей за их решение не жить с нацизмом, вы не высказывались против? Пожалуй, до вашего ума мне не дотянуться и не вникнуть в ситуацию. Я-то знаю, что нацизма в Украине нет. Это вам не таким, как вы, очень красиво объяснила тебе. Где бы я ни была в эти годы, с 14 по 20, в Киеве, на Карпатах, во Львове, ко мне относились прекрасно, хотя говорила только по-русски и не скрывала, что из России. Нет там нацизма. Мои братья и сестры подтвердят. Мои друзья и бывшие ученики, живущие по всей Украине, пишут и просто кричат. За что? Чем мы вам не угодили? Тем, что хотим жить в Писарев? За двенадцатое значение. При указании причины какого-либо действия в значении по причине вследствие. Что? Первое значение указывает на предмет, явление, ситуацию, о которых идет речь. Для указания на территории используется лексема «Украина». Украина – государство Юго-Восточной Европы. В высказываниях имплицировано указание на ведение на территорию Украины военных действий. На основе пропозиции высказываний, с учетом их присуппозиции, а также на основе значения лексических единиц в составе высказываний, определено следующее положение дел, связанное с действием вооруженных сил Российской Федерации. Российскими военными на территории Украины осуществляются враждебные действия, направленные на убийство непринимающих в военных действиях жителей Украины или изгнание их из страны, а также на разрушение украинских населенных пунктов. Тысячу раз права та, что вышла с плакатом «Нет войне», а не та, которая говорит «Войне да». Вот. Ну и вот такого рода комментарии в апреле, повторяю, вот в защиту, скажем так, вот этой женщины, вышедшей с плакатом, на который далеко не все решаются, я попыталась ее просто защитить. То есть мы с нею даже не знакомы, я фамилии ее не знаю. Ну, естественно, она не знает, что я так пострадала, собственно, и включившись в эту обсуждавку. Ну, если начать с себя, я вообще коренная хритовчанка. Я родилась и выросла в Харькове в 1919 году. И до 2012-го я жила в Харькове. И вот, собственно, в 2012-м году, когда мы уже начали встречаться с моим мужем, я переехала в Сахалин. В принципе, вот для меня Харьков и Сахалин, они вообще всегда были переплетены, потому что раньше, как таковой, границ у нас не имелось. И для нас это всегда было, ну, как сказать, ну, что там, что там, дом. Особенно, несмотря на то, что у меня муж был в Сахалинской области. И вот как-то я переезжала, как сказать, ну, не то, чтобы, ну, как к себе домой, да. Просто я недалеко уехала, я всегда знала, что я могу там кататься туда-сюда, домой вернуться, если что-то. Для нас всегда вот в Харькове, я училась в русской школе, и у нас была литература России, и у нас был русский язык. И параллельно, конечно, была украинская, украинская литература. И нам Россию никогда не показывали с плохой стороны. Ну, не знаю, ну, допустим, ну, я не говорю за все регионы Украины. Всегда говорили, что Россия, она вот великая, в России хорошо. Ну, то есть там есть, конечно, какое-то постоянство, но что-то такое. Никогда не было, вот, допустим, как вот сейчас я от многих слышу, типа там, когда-то Россию хаяли, или еще что-то, извините, конечно, за выражение. Не было такого. Я не хочу там говорить за всю Россию, да. Ну, вот я, ну, что я увидела, ну, в Сахалине, могу сказать только за Сахалину. Но если начать, допустим, с 2014 года, мне уже тогда была понятна позиция многих россиян, ну, конкретно сахалинцев. Потому что многие там как-то были зациклены на том, что Украина, она плохая. Хотя бы все, ну, процентов, ну, я не знаю, 90, мне кажется. Мне кажется, 90 процентов сахалинцев, они были в Харькове. Они туда ездили, катались, закуповывались. Они оттуда привозили дешевые продукты, которые потом перепродавали. Это вообще было, ну, повсеместно. И позиция, когда уже началась война, в 2022 году, 24 февраля, меня вот вообще повергло в шок. Потому что очень многое сразу, очень многие сразу стали на сторону России. И вот с чем я столкнулась, что мне было непонятно, почему я решила выйти со своим плакатом. Ну, как бы я отстаиваю свою позицию, как мне казалось, ну, как нам говорили, да, ну, то, что там Россия, свободная страна и так далее. Но, когда я приехала в Россию, я поняла, что, ну, как бы, как бы не совсем все так красиво, как нам рассказывали. До войны я, например, ездила в несколько приграничных войнах, потому что война, она как бы готовилась. Я просто разговаривала с людьми. Это было, по-моему, 16 или 14 февраля. С местными людьми просто разговаривала о том, ждут ли они войну, готовятся ли они к ней. Потому что все об этом говорит. И никто ее не путел. Все люди мне говорили, что если будет какое-то нападение, то только со стороны Украины. Что мы никогда не нападем. Ни один человек не сказал мне, что да, мы нападем, мы хотим эту войну. Все люди просто жили в своем обычном мире. 24 февраля я проснулась где-то в полпятого утра в какой-то жуткой тревоге у себя дома. Я полезла читать новости в телеграме и вижу обращение этого урода. Про то, что он, в общем, объявляет о начале спецоперации. И в этот момент я услышала, как летят эти, запускают ракеты по Харькову от нас. Это было ужасно. Птицы просто с деревьев. Было раннее утро, с деревьев слетали птицы прямо от испуга. Это было просто, не знаю, это было какое-то горе. Просто трудно-непереносимое. Я разбудила своих, началась война, просыпаетесь, в общем... И оно не проходит. Оно не проходит. Оно иногда может забиваться, чем-то затыкаться. Ну, если у него какое-то происходит действие, событие, которое отвлекает от этого. Но на самом деле оно все время висит внутри. И это просто какое-то жуткое горе и бессилие. Я не знаю. Я пошла утром этим писать репортаж в город. Еще было все закрыто. На улицах мало кого может быть встретить. Я пошла на рынок, он рано открывается. Я послушала, что там говорят люди. С некоторыми немножко пообщалась. Ну, да, все правильно, классно. Давно пора было это сделать. Пропаганда страшная штука. Я не понимаю до сих пор, как это возможно. Потому что, когда я увидел Сумскую улицу Хаккера, там это одна из центральных улиц, когда я увидел Московский проспект, у меня... Ну, я плакал. Ну, я реально плакал, потому что я будто там. Большая часть моей жизни связана с ней. Я каждый дом, каждую улицу знаю. Или Салковка сгоревшая, выгоревшие, там окна и все остальное. А я вижу, что я в соседней квартире. Буквально несколько лет назад, я не знаю, был у друзей. Я не понимаю, как это возможно. Ну, и опять же, накачали тем, что вот там это украинская пропаганда. Что там, ну, типа вы сами по себе стреляете. Ну, это гораздо, мне кажется, мозгу просто проще поверить, что украинцы сами себя убивают, сами отстреливают свои города, чем поверить в то, что твоя армия там, твои сограждане просто поравняют землю и город, который ты любишь. Но я расскажу, расскажу про то, что мы проснулись с мужем. Я собиралась на работу. И мы проснулись от того, что у нас громыхает дом. Ну, то есть, настолько били, получается, слышны были ближайшие взрывы, там, в Харьковской области. Мы сначала, первое, мы не поняли. Второе, мы уже как бы так встали, типа, и что происходит. Потом как-то, ну, все там, что-то, так сказать, затихло. Как бы никто вообще не подумал ни про какую войну. Ну, я бы вообще, я вообще не политический человек. Я как бы, я всегда за мир, я всегда за людей, я за добро. То есть, ну, как это, ну, как это всегда происходило? Это как-то все происходило всегда мимо меня. И когда я уже собиралась на работу и промахнула так, что у нас чуть крыша не подскочила, когда, естественно, все побежали, и соседи начали выходить, и что происходит. И первое, что я услышала, я вышла на улицу, кто-то говорит. Вандат Волчанский. Ну, я думала, вы знаете, это Камчатка вообще недалеко. У нас в Волчанске живет муж и сестра. Это Украина уже, получается. Мы давали ей срочно звонить. Ну, потому что вообще непонятно, что и как, и куда. Мы позвонили, она там с криками, со слезами, они куда-то бегут, непонятно что. Еще как-то связь еще была, можно было созвониться. Впрочем, какое-то убежище, какие-то погреба. И она говорит, бомбят жутко. То есть, там дома, ну, и все, что угодно. Я, естественно, сразу тут же начинаю говорить про Харьков, потому что, ну, мы тогда еще не знали про Харьков. Я даже не думала, что так может быть в Харькове. Там более, и тем более в каких-то других частях Украины. И, естественно, начала звонить родителям, они у меня как раз в Харькове и живут. Сейчас они уже выехали временно. Ну, как, после. В начале марта они выехали временно. Это было очень сложно. И, естественно, я давала им звонить. Мама с папой, они тоже в шоке. Потому что они жили территориально как раз на северной Салте. Это как раз перекружной, так сказать, район, который пострелал больше всего. Ну, то есть, у нас на северной Салтовке процентов 90 домов, они повреждены очень сильно. И мой дом тоже прилетело. У нас была девятиэтажка такая обычная. И последний как раз, у нас там три подъезда было. И как раз вот в наш подъезд последних трех этажей уже не было. Я вот уже просто думаю, или они не представляют, что все-таки здесь происходит. С другой стороны, мы понимаем, что есть интернет, есть где посмотреть, есть телеграм-каналы, которые можно там зайти и глянуть. Ведь куча фотографий, видео, все это есть. Или не хотят, или не смотрят. И мне кажется иногда, что они просто не понимают, что здесь происходит. В общем, для нас многое непонятно. Мы здесь немножко другие, мы все равно стали другие. Я брату говорю, мы стали бандеровцами. Реально, вот еще, знаете, вот то ли потому, что у нас постоянно правительство меняется. То там такое выбирают, то сякое выбирают. У нас правительство наше можно критиковать везде. Можно везде выступать. Кому-то нравится один, кому-то другой. И постоянный спор, но тоже бесконечно между собой. Я вот вспоминаю, мы приезжаем домой. Вот я там разговариваю со своим кумом. Он мне, вот Путин молодец. Вот Путин, это Путин. В высказывании «Я не была поклонницей Немцова, но то, что Путин мстит Украину, это очевидно без Немцова, реализовано указание на то, что целью осуществления военно-действий на территории Украины является месть лица, обозначенного Путином. Антропоним Путин соотносится с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который является верховным главнокомандующим вооруженными силами Российской Федерации и руководит действиями вооруженных сил России, то есть отдает приказы российским военным. А я говорю, ну чем он молодец? Ну скажи. Порядок навел. Я говорю, какой порядок у вас? Вот ты расскажи, какой? Вот они прямо на Путина молятся. Вот это Путин, вот это Путин, вот это Единая Россия, вот это. Ты слушай, ну это просто как зомби какие-то. Вот это меня просто, ну не знаю, вот какое-то, я все время, уж особенно последние лет десять, это точно, ну все время вот пиндосы, пиндосы. Вот это Америка такая-сякая. Ну как мы там были уже раз десять в Америке? Мы понимаем, что американцы, да им вообще дела нет. До того, что тут, что там в России вообще происходит. Мы понимаем, что американцы вообще никакого нет дел, ни до кого в России. Они живут своей жизнью, у них вообще своя жизнь. А вот этот вот Сахалин, вот этот Тихоболоту, знаете? Вот все они там живут, а зачем мне тут паспорт заграничный? А я не ездила, и вообще не хочу. И оно мне надо. И вот это какие-то реально, вот какое-то болото, ну просто болото все. Мы понимаем, как, знаете, вот две цивилизации. Пятикантропы и вот кроманьонцы. Мы кроманьонцы, а другая пошла вот тупиковая ветка. Пятикантропы. Ну точнее, не дертальцы, извините. Ну то есть две разные ветки. Поробыть, поробленно. Навести порчу и испортить человека. Чего хвораешь? Тоби не поробленно. Поробить, поробленно. Навести порчу и испортить человека. Чего хвораешь? Тоби не поробленно. Я каждый день учусь не осуждать всех людей. Мне было очень тяжело в Сахалине, потому что я же работаю в школе. И мои коллеги, ну вы представляете себе среднестатистическую учительницу, там, какая-нибудь, Ирина Петровна, которой 45-50 лет. И это же вот как раз избиратель Путина. Вот как раз та самая Ирина Петровна, которая действительно поддерживает. И он, та самая Ирина Петровна, каждый там 1 сентября 10 тысяч ребенка дает, чтобы в школу одеть, да? И это вот тот самый человек, который все это поддерживает. И для меня это было таким ужасом, потому что я знаю этих людей. Я знаю, что они прекрасные люди. Они помогут тебе, конфетами угостят. Они неравнодушны, они хорошие. Они очень хорошие по-человечески люди. И здесь, да, они все это поддерживают. И для меня это было очень сложно. Но как-то, ну тоже я так с собой разговариваю, объясняю себе. Вот она прожила свою жизнь. Она никому ничего плохого не сделала. Ну может, самый главный ее грех, что она там сплетничала. То есть она никогда ничего плохого не сделала. А здесь получается, что надо признать, что мы плохие. А как это мы плохие, если она ничего плохого не сделала? Вот какое-то такое. Но это же ад. Жить со всеми теми чувствами, с которыми живу я. Любовь Андреевна. То есть просто невозможно. Что ты постоянно понимаешь, что ты на стороне зла сейчас находишься. Что твоя страна делает это от твоего имени. Ты ничего не можешь сделать. Это же ужасно. Никому я бы не пожелала находиться в такой ситуации. И поэтому у меня тоже иногда в минуты отчаяния хочется, чтобы... А может они там правы? Может действительно 25 февраля и на нас бы напали? Ну как-то вся эта позиция очень понятна. Поэтому без осуждений. Ну и как? Не они зло. То есть не они это делают, не они выбирали. Вот я говорю, в Сахалине поддерживают войну. Ну конечно не совсем так. В Сахалине поддерживают Путина, да. В Сахалине не услышишь какие-то оппозиционные голоса. Да, не услышишь. Но тем не менее мы пришли в школу 24 февраля. В школе было в одном классе один человек, в другом классе три человека. Ну это не поддержка. Это не то, чтобы кто-то прям хотел, да, давайте скорее бомбить Харьков. Нет, все в ужасе. Просто все в ужасе. Но говорят то, что говорят. Потом будут говорить по-другому. Мои родственники, там, сестра моя старшая, в Камчатии. У меня есть еще одна старшая сестра, она в Геленджике. И старший брат тоже в Геленджике. И племянница там. У моих братьев и сестер там две дочки у всех. У меня сын. И мне звонят, кстати, вот только племянницы. Не брат, не сестра ни разу. Брат, ну я не знаю, они у нас. Я им помогал столько раз. Хелки, да что вспоминать. Ну сколько мы им помогали. У моей сестры там была проблема с дочкой. В Харькове ее лечили, ее можно сказать. Выкинули мою племянницу здесь, в Харькове. В больнице четвертого дня от ложки. Но она умирала. Ну а Жойк были там, когда маленькая. А она к нам в гости приезжала тоже. То есть, они, ну я не знаю. Но это моей сестры дочка. И сестра ни разу мне не позвонила. Вообще ни разу за год. Брат написал мне сообщение. Один раз. Это полгода назад. Открыткой. Привет. Открыткой. Как ты? Ну я написал мутюгом слово. А так все нормально. У нас муж крестницы. Это очень близкий человек. Это вот Борисовский. Это тоже в Сахалинской области. Наши практически родственники. Ну и что? Он не позвонил ни разу. Я не знаю, что это. Как бы они для нас, ну родные, они знают, что мы для них все готовы. А мы, честно говоря, в шоке, что ни одного звонка нет. Ну как бы там хотя бы. Не надо там ругать Путину. Ну хотя бы просто. Ну как дела? Я не могу понять. Потому что, ну как сказать, ну у человека должны быть какие-то человеческие чувства. Ну сострадание там. Ну что ты? Какая-то дружба остаться. Я не могу этого объяснить. Я не могу. Мне кажется, что они боятся звонить. Памороки забыть. Отбить память, голову забить. Памороки забыть. Отбить память, голову забить. И вот всегда, всегда, отец мой еще был жив, всегда дяечка Сережечка, когда хорошенько выйдет, садится на своего конька. Вот вы здесь в России, а вот мы там на Украине. Ну у него было, конечно, такое, что вот мы еще украинцы, а вот вы, вы-то нас не поймете, мы другие. Он всегда, когда мы беседовали, иногда, редко, бывал такое, может, созванивались еще до войны. Вот он всегда говорит, передавай-то ее к маме, передавай-то ее к сестре, передавай-то ее к жене, чтобы все было хорошо. Детей всех по именам называть, передавай-то, чтобы все у них там было. Ну, то есть он каждого. Вот такая манера. Ну, я тоже иногда не то, чтобы раздорожался, но, боже мой, он прям каждого называет. Он каждого. Боже, как я это сейчас ценю. Ну, понимаете, обычно привет дело дежурное, а вот это вот, видимо, не знаю, внутри, в культуре, в воспитании. Понимаете, он не может просто сказать, передавай-то всем привет. Каждого назовет, про каждого спросит, каждому какое-то слово скажет, вплоть до твоей две сестры и ее мужа. И тогда ты звонишь и передаешь, когда все-таки понимаешь, что цементирует на самом деле, цементирует семью, отношения. Когда я тебя помню, то ведь не забывай о мелочах. И когда я это все глянуло, 24 февраля, где-то неделю, наверное, ну, может быть, две, у меня вообще была такая, думаю, надо позвонить. А как звонить? А что говорить? Блин, ну как звонить? Ну, что скажешь? А, как это реагирует? Не знаешь? Не знаешь? Ну, в общем, я позвонил. Он как-то понял, что надо просто звонить и все, не думать, как получится, как получится. И получилось не просто здорово, а здоровее некуда. То есть он настолько, ну, да, конечно, он выбрал и металл по поводу Путина, по поводу нашего государства, естественно. Ни слова не сказал лично мне, что я там. Более того, постоянно, так, что там, сын, смотри, ты ему куда-нибудь спрячешь, а вдруг мобилизация, не дай бог. Я когда ему рассказывал, там, про школу, говорит, смотри, Саша, ты такое говоришь, сейчас опасно. Ты поберегись, лишний раз ничего не говорил. Звоню ему, а что там у вас опять взорвалось? А он такой голос у него благостный, говорит, да все нормально. Ну, да, сидим тут, живем, в больнице, пять дней на выходные, едем домой. Старство там плохо. Ну, ты знаешь, ничего, не голодаем, все хорошо, свет есть, генератор работает, вода есть, ну, и все в общем. И он успокаивает меня. Сидят в прам. Потому что, ну, прам было иногда очень жестко. Вот и все. И он сказал, мы никуда не поездим. Будем, как гусь державая, торчать. И каждый раз, раз в две недели, наверное, мы созвоним, потому что там, в три. Каждый раз. Это вполне себе прекрасные разговоры. И каждый раз вот это вот припрощение. Всем привет. Я опять. С перечислением имен, отчеств и фамилий всех родных. Вот так. Не то, что в долг. То есть он мог закупиться там на 200 тысяч рублей, набрать товар. Да, у него было там 150. Ему просто говорили, что типа, да ладно, Сережа, на следующей неделе 50 приведешь. Вообще никаких проблем. Ну, или когда будет. То есть вот такого уровня доверия было. То есть вот что такие существенные суммы люди из разных стран по факту могли просто так тебе предложить, да? И были уверены, что ты эти деньги вернешь. Потому что, ну, у вас было такое любовь, доверие, дружба там и так далее. И вот ему приснился сон, что этот человек, который давал эти, как бы, ну, весь этот долг ему, да, долг, товар ему давал, он говорит ему. Ну, то есть он стоит на горящем рынке Барбашова и говорит. Сережа, а как же так все это произошло? И я впервые видел, что этот человек, он вообще не испытывал в моем понимании никаких эмоций. Вот за пять лет моих отношений с этой девушкой, ее отец, да? И я впервые увидел, что он плакал. Ему было очень больно от того, что сгорел этот рынок, сгорел 11-го человека. То, что он больше не может с ним как-то увидеться, там, или на где увидеть. Я приехала на площадь главную с плакатом. Там площадь, она на самом деле очень маленькая, ну, как, собственно, город Сахарин, но небольшой. И на этой маленькой площади там стояли порядка 70, наверное, людей в военной форме, полицейских, полном амбундировании, с автоматом, с каской, с закрытым лицом. И как бы я понимала, что если сейчас выйду, это ничего не даст, потому что через секунду, даже минуты не пройдет, потому что все они были по всей площади. Это не даст вообще никакого толку, то есть не покажет никакую мою позицию. Ну, чтобы там донести что-то до людей, или с кем-то поговорить, или рассказать свою историю, что на самом деле не то, что показывать по новостям. Я могу рассказать свою историю, то есть историю тех людей, которые сейчас находятся в Украине, в том числе мои родители, и что и как там с ними происходит. Вот, собственно, первый раз у меня ничего не получилось, и точно так же был второй раз, то есть они стояли там почти круглосуточно. И я решила, что я выеду на площадь Камчатки, потому что это город моего мужа, и я вышла там с плаканом. Люди на меня смотрели очень косо, они не понимали. Я постояла, наверное, минут 7-10, никто не подошел, и я начала... Ну, как бы я смотрю по сторонам, и многие люди берутся за телефоны, видимо, сообщить, что какая-то там стоит, позвонить в полицию, что-то там, ну, было в новостях, и говорили, что если, типа, вы увидите каких-то людей, типа, сообщайте нам, вам какая-то, ну, не знаю, где правда будет, там, галочка. И люди сообщили, видимо, подходят ко мне, человека 4 их, наверное, было, тоже с полицией, они были тоже с автоматами, и начали, естественно, спрашивать документы, а что вы тут делаете? А я говорю, а что, это запрещено? Ну, как бы я гражданин Российской Федерации, на тот момент я уже была, я получила гражданство за полгода до этого, нет, ну, скорее всего, месяцев за 8 до войны, вот. Я говорю, что я совсем не понимаю, и они мне, естественно, пойдем. Сначала я не поняла даже, что происходит, я провела занятие, а после него сообщили, что будет неплановое собрание кафедры. То есть вы не знали, что она собрается по поводу вашей? Нет, но мне показалось, что в воздухе я почувствовала какую-то непонятную тревогу. Они вроде разговаривают, но что ли глаза отводят. А когда зашли на кафедру, ко всем повернулась заведующая и спросила, Панкратова же здесь, а то ведь без нее не состоится. Сахалинский государственный национальный исследовательский университет НИУ Сахалин ГУ. Протокол. Собрание работников и обучающихся педагогического института НИУ Сахалин ГУ. 9 июня 2022 года. Город Сахалин. Председательствующий Бабаева Валентина Борисовна. Секретариат Плёцкина Людмила Сергеевна. Избранный делегатом. 70 человек. Присутствовали 50 человек. Перечень фамилий. Приглашены перечень фамилий. Все они расписывались, что присутствуют. Повестка дня. О рассмотрении обращения Щукиной Ольги о высказывании преподавателя кафедры русского языка и русской литературы НИУ Сахалин ГУ Панкратова ЛФ в социальной сети ВКонтакте. Кто учит наших детей? Доброе утро. Прошу обратить внимание на преподавателя университета, учителя русского языка и литературы Панкратова Любовь. Какому патриотизму и любви к России она может научить наших детей? Если в социальных сетях выкладывают подобные комментарии, скидываю скрин ее комментариев. Прошу отреагировать на данное письмо, копию которого я отправляю губернатору Сахалинской области в Сладкову ВВ. Заведующая меня до этого предупреждала, если вы себя подставляете, то не подставляйте кафедру. Тогда я спросила, не собрались меня распинать и добавила, что не вижу креста Горгофного. Одна коллега на это сказала, ты себя возомнила Христом? Я ответила, что по значимости не сравниваясь, но ситуация вроде как похожая. В соответствии с пунктом 5.5 Кодекса чести преподавателей и сотрудников НИУ Сахалинга у решения наказания за нарушение норм кодекса в форме вынесения публичного порицания нарушителю, выражения ему общественного недоверия в случае существенного неоднократного нарушения положения настоящего кодекса, которые повлекли за собой дискредитацию коллектива университета, принимается собранием трудового коллектива. Какие предложения будут по началу собрания? Решеткой меня, конечно, не отгораживали, но, скажем так, я сидела на лобном месте. И на кафедру выходили меня обличающие. Что они говорили? Они выходили к трибуне по очереди, а я сидела перед ними. Первая начала директор пединститута. Дескать, вот, Дубов Андреевна, уважаемый человек, профессора столько звания, но при этом она совершенно не слышит, сколько ей говорили, замечаний делали. А она продолжает позорить наш институт тем, что не согласна с линией правительства, что она ее осуждает. Катков ПВ отметил, что ситуация, в которой оказалось современное общество, нестандартная. Взгляды сформировавшегося взрослого человека трудно изменить, но личные взгляды не должны влиять на общественно значимую позицию преподавателя вуза. Подчеркнул, что Панкратова ЛА в силу длительной работы в вузе имеет влияние на большое количество студентов. Данный вопрос обсуждался на заседании кафедры. Любовь Андреевна была предупреждена о необходимости воздержаться от комментариев, которые могут расцениваться как проявление позиции, направленной против государственной политики, но продолжила транслировать свою позицию в социальных сетях. Лисицын БВ подчеркнул, что Любовь Андреевна в своих убеждениях непоколебима. Высказанная ей позиция не разделяется коллективом кафедры русского языка и русской литературы. Несмотря на то, что на заседании кафедры Панкратова ЛА была проинформирована об этом, но изменения ее взглядов не произошло, предложил признать высказанную позицию Панкратова Любовь Андреевна в социальных сетях как некорректную, несоответствующую званию преподавателя университета. Панфилов КВВ заявил, что когда Любовь Андреевна выставляла на сайте свои суждения о специальной военной операции России на Украине, она должна была осознавать, что является членом большого коллектива НИУ Сахалин ГУ. Ее рассуждения могут восприниматься как мнение преподавательского корпуса университета. С другой стороны, Любовь Андреевна – профессор государственного университета, который должен проводить государственную политику и не имеет права выступать против политики государства, будучи членом коллектива ВУЗа. Если есть желание ретранслировать свои идеи, то целесообразно снять с себя звание преподавателя НИУ Сахалин ГУ и высказывать их в частном порядке. Советская АЭС заявила, чтобы Любовь Андреевна признала свою ошибку и предложила ее простить, если она опровергнет написанные слова в публичном пространстве. Две девочки-преподавательницы встали, но не успели и двух предложений сказать. Их сразу заткнули. Они попытались сказать, что я замечательный преподаватель, профессионал, что я никогда не транслирую на студентов свои взгляды. Но их прервали, заявив, что здесь не разбираются мои профессиональные качества. Потом перед судом я написала некоторым коллегам письма с простой поддержки, тем, на кого рассчитывала. Но никто из них мне не ответил. Даже те девушки, которые попытались сказать что-то в мою защиту. Как думаете, вы сможете дальше с ними общаться? Я, конечно, буду общаться. К этим двум девушкам я отношусь как к дочерям. А они с вами смогут? Можете представить? Не знаю. Потом вышла еще одна сотрудница института. До этого она всегда ко мне с пиететом относилась. А тут стала мне говорить. «Вот, вы жалеете своих погибших родственников? А наших, которые воюют под Сахалином, их вы не жалеете?» Я ответила, что я-то как раз всех жалею. Она говорит, «Ну вот, вам своих жальче?» Я говорю, «Простите, но своих мне жальче». И в конце она, «Любовь Андреевна, скажите всем в открытую, вы поддерживаете спецоперацию?» Я сказала, что все мои публикации связаны с тем, что я не принимаю любого кровополития. И когда глава института заключила, «Вот, видите, перед ней сто человек сидят, а она все равно на своем стоит». То есть вам предлагали отречься от своих слов? Видимо, да. Еще до суда один журналист, работающий в местном государственном СМИ, тоже мой бывший студент, предлагал мне публично отречься от своих комментариев. Говорил, «Это вас спасет». Говорил, что такой совет бы не дал. Я ему написала, как плохо он меня знает, что не буду писать никаких покаянных писем и выступать в печати с ними не буду. Даже если бы я на самом деле поменяла отношения, я бы постыдилась в этом писать. Он мне ответил, что хотел мне помочь. Вопросы. Шмелева ЕП в публичном пространстве «Было ли опровержение написанных слов?» «Раскаяние». «Панкратовая ла». «Нет, так как я не могла это сделать». Сергеенко НМ. «Какое отношение в настоящее время к спецоперации у Любови Андреевны?» «Панкратовая ла». «Я не обязана отчитываться, я не обязана предоставлять свое личное мнение». «Кукушкина ВВ». «Мы как психологи, педагоги, волонтеры работаем с беженцами». «Может быть, вам оказать помощь людям, пострадавшим от украинского фашизма и нацизма?» «Поговорить с ними». «Панкратовая ла». «У меня много родственников в Украине, я помогаю им и доверяю их информации. У меня брат в поселке Город». «Гурьянова КК отметила, что фактов высказываний по вопросу специальной военной операции со стороны Любови Андреевны в ходе аудиторных занятий не установлено. Бабаева ВВ предложила собранию определить отношение к позиции «Панкратовой ла». «Они мне все это говорили, а я сидела и думала, как это похоже на спектакль». Я никак не могла выйти из этого ощущения, что это не реальная жизнь, а какая-то театральная подстановка. А когда начали суды, мне вдруг вспомнилось. Есть еще такие квесты. Некоторые богатенькие себе заказывают. Тюрьму, взятку с поличными, инсценировку, как в фильме «Холод». Я подумала, а что? Мне бесплатно устраивает такой крутой квест? Люди за это деньги платят большие, чтобы испытать такой жуткий стресс, получить острые ощущения. Я бы хотела про все это написать, но я не знаю, когда я все это напишу. У меня уже жизнь кончается, а я не успеваю. Постановили признать высказывание Панкратова и Любовь Андреевна в отношении проводимой специальной военной операции, сделанной в социальной сети ВКонтакте, противоречащими морально-этическим нормам, препятствующим осуществлению воспитательной функции преподавателя, а их распространение противоречащим правилам профессионально-корректного поведения, которыми должен руководствоваться преподаватель университета. Выразили публичное порицание Панкратова и Любовь Андреевна. Голосовали. За. 50. Против. Нет. Воздержался. Нет. Решение принято открытым голосованием. Председательствующий В.Б. Бабаева подпись. Секретарь Эл.С. Клёцкина подпись. Гной. Навоз. Куча навоза. Гной. 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 Я думаю, вот главный вопрос для меня, как для такого твоего интеллигента, эффективующего. Вот если бы я все-таки работал бы так, и когда вот это было, когда он вместе со всеми сидел и слушал, и вот это вот все по поводу благодаемное, как бы я себя повел? Я не знаю. Мне очень хочется надеяться, что я повел себя мужественно и сказал бы, что это все ерунда. Очень хочется надеяться. Но я, чтобы сказать об этом сто процентов, что было бы так, я не знаю. Может, все, что не делается, к лучшему, и мне такую ситуацию, что он погиб откинул. Но я не знаю. Но и ВУЗ поспешил отрапортовать, что вредный сорняк выдернут. Запись из трудовой книжки 11 июня 2022 года уволена за совершение работника, выполняющим воспитательные функции, а морального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, пункт 8 приказ от 11 июня 2022, номер 5674 ЛС. Я спросила про ректора, который меня увонял, как он с этим дальше будет жить. Он опустил глаза. Сказал, что так велел ректор. Те люди, которые верили в то, что говорили, это ладно. А как же те, которые, как говорится, не постеснялись? Дерево под влиянием обстоятельств вырастает кривое, косое. Они, получается, под влиянием обстоятельств тоже приняли позу, прогнулись. Я поняла, дело не в моем преступлении, а дело в том, что вузу надо было отчитаться. Им было важно показать, что мы тоже не лыком щиты. И мы пахали, и мы даже профессоров увольняли. То есть, вот как-то засвидетельствовать свою особенность и твердость своей позиции. Ну, даже больше, чем вот все это, что потом развернулось, меня, конечно, поразило то, что главный девиз «Своих не бросаем», потому что вуз меня бросил сразу же, и до сих пор со мной никто не общается. Кафедра, которая меня словословила, на которой я работаю 35 лет, и которую я там без конца награждала грамотами, присуждала звание лучший преподаватель, и, собственно, можно сказать, я одна из старейших работников кафедры, потому что многие приехали, а я сама этот вуз заканчивала. Я когда-то спросила у одного студента, у выпускника, который вхож туда, чем это вызвано. Он сказал, «Трусит, боятся». Я говорю, чего бояться? Я же не соженицем, не сижу в подполе. Я, бог знает, собственно говоря, не злобное существо какое-то. Когда мне говорили, что я не просекаю ситуацию, что я обработана, что у меня мозги, так сказать, запудренные и так далее, я говорю, мне никто мозги не пудрит. Я человек достаточно упертый. Переделать меня трудно. И я верю не только там своим родственникам, о которых вы спрашиваете. Я переписываюсь и с теми, кто ко мне на конференции ездил, те, кто преподавал в Харковском университете, в университете педагогическом имени Сковороды. Они дают мне, я думаю, объективную картину того, что происходит. Я с ними много лет сотрудничала и продолжаю им верить. И когда меня обсуждали, я вот, собственно говоря, об этом говорила. Не надо обвинять меня в антипатриотизме. Может быть, мы просто по-разному любим Родину, или, может быть, мы разные Родины любим с вами. Мой путь лежит мимо университета. Но есть еще другой, более длинный путь, но там чуть-чуть дальше. И я хожу длинным путем, потому что я не хочу ни с кем пересекаться. Я дважды или трижды случайно пересеклась, и одна из моих бывших коллег прошла, не поздоровавшись. Другие встречаются, здороваются, но тоже не останавливаются, не спрашивают. Все знают они. Как мне тяжело было с этими судами, с этим приходом ко мне следователя. Бог знает. И они... Никто не спросил, как я себя чувствую, как я держусь, за счет чего я держусь. Никто из них не спросил. В начале было сожаление. Я ругала себя, думала... Я, знаете, думала о том, что, ну, как помните, все помнят, что Пушкин, Чацкого, помните, не очень. Он восхищался комедии «Горе от ума», но он не очень понимал Чацкого, который мечет бисер перед свиньями, который говорит с людьми, которые его не понимают и находятся на другой позиции. Но, как бы, он сказал, первый признак умного человека – это знать, с кем ты разговариваешь и что ему говорить. И я подумала, что я в этом смысле опять повторяла ошибку Чацкого. Теперь я думаю, что я даже уже не жалела об этом. Потому что, ну... Ну, говорю, что ради того, что я узнала за это, вот Берец, тот, который начался за этими несчастными комментариями, он что-то мне дал. Он дал мне больше. Беда? Она как-то что-то во мне изменила. Шел Господь на три девять небес, нес Господь сотворящий крест, благословил им на все четыре стороны. Стоит гора высокая, на той горе кругом ограда, а в той ограде Никита, Марка, Иван Богуслов за нас Богу молит, у Христа, у Христа души просят. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови и спаси рабу Божью. Имя называется. От злых нападающих людей, от всяких болезней и скорбей, от колдунов, от судов, от тюремных заключений, от плохих повышлений. Аминь. 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 Записано в городе Сахалине от Шабалины ЛП 1936 года рождения у Додовой Т. В 1999 году. У меня другая моя одногруппница спрашивала, ну зачем она это говорила? Неужели она не понимает, что нельзя писать такие вещи вот в соцсети, что абсолютно безобидные комментарии? Ну да, если с точки зрения современного законодательства, они не безобидны. В этих комментариях действительно есть дискредитация армии. Это правда. Но просто здесь же дело не в том, что есть дискредитация или нет. Дело в том, что закон неправильный. Дело в том, что закона такого не должно быть. А не в том, сказала она эти слова или не сказала. Да, сказала, но это можно говорить. Это преступный закон. Вот. И моя подруга говорит, что неужели она не понимает, что нельзя это говорить. Нельзя говорить, что наше государство бомбит Харьков. Ну нельзя это говорить. А Любовь Андреевна действительно не понимает, что это нельзя говорить. Потому что у нее нет этих границ. Мы вот все как-то живем вот эти вот ограниченные, а Любовь Андреевна не ограниченный человек, поэтому она не понимает, что есть какие-то запрещенные темы, запрещенные стороны. У меня мама такой человек, вот она тоже в Донецке, и она собиралась идти в Донецке на митинг против мобилизации. И она не понимает, что в Донецке нельзя идти на митинг против мобилизации. Вот какое-то такое абсолютно безумное, бесстрашие. Сыть. Сытьте. Молчи. Молчите. Замолчите. Какой-то такой момент был более близкий к отчаянию. У меня как раз был 11-й класс, выпускной. И когда все это произошло 24 февраля, я через какое-то время я узнал, что на старине некоторых родителей такое парапатриотическое, затующее, скажем. У детей тоже некоторых такое же, а некоторые дети, наоборот, очень растерянные. Им нужна поддержка. Когда я это понял, я просто остался с ними разговаривать с этими детьми, таким образом их поддерживать, ну, личные беседы. Я чувствую, что они меня слушают. Они мне что-то говорили, где я им их благодарю. А вакуум стал рассасываться. Вот этот вакуум, в который мы все попали. Потому что ты один такой сидишь, читаешь, все время накручиваются новости, приходят страшные фотографии, а не с кем говорить об этом. Уж ты в семье тоже, ну, вот что ты в семье не будешь об этом каждый день говорить. Поэтому случилось такое. Не знаю. Я вообще, наверное, больше в Таусе казался. И я никогда не думал, что я какой-то Таус. До этого, в разговоре с мамой моей, в январе, уж начало февраля было, я сказал, что если будет дом при нас Украины, я встану, пойду, пойду на площадь, скажу нет. Не пошел. Не сказал. Сыть. Молчите. Сыть. 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 Молчи. Молчите. Замолчите. Мне кажется, есть у меня страх. Я думала об этом. Я просто смотрю, как... Я не понимаю системы, как они выхватывают, выдергивают людей. Я не знаю, ну, то есть, может быть, все, что угодно. Но я не могу, знаете, как быть на стороне зла и опустить руки? Ну, как я потом? Как? Я, скажем так, иначе, я не могу иначе. Я думала много, ну, как не брать кого-то? Здесь вот опять девчонки писали от дождя, кто-то едет снимать сюда. Они вот пишут, ну, правда, мы, говорят, получили разрешение, но не знаем, что и как. В связи, события меняются каждый день. Подстрахуй. Я не могу сказать нет. Я подстрахую. То есть, как бы я сейчас, больше того, я понимаю, я буду, я понимаю, что я не могу иначе. Не знаю почему. Может быть, какие-то, нет, нет у меня никаких вторичных выгод. Я рассуждаю, ну, как бы об этом, но как? Я буду заниматься именно этими делами, потому что я хочу какую-то, ну, вот знаете, как несправедливость, я не могу быть на стороне зла, потому что я пошла в эту профессию. И знаете, я как, я исследователем была, я знала всех исследователей, были и нечестные люди, чем эти люди занимались и как они дела свои формировали. Но я никогда этим не занималась и не могу. Я не предам ни профессию, ни себя. Конечно, мне страшно, знаю изнутри, что это такое, как ломает система. Я же знаю, что там, но надеюсь. Сидите. Сидите. Молчите. Молчите. Как-то вот я шла на работу, я встретила своего научного руководителя, Тверетина Ульяна Викторовна. По большой любви я пришла с ней работать, писать диплом. Я тогда, когда ее увидела, я уже знала, что она участвовала в этом заседании кафедры. И это вообще-то большой удар для моей психики был, потому что прям рушатся какие-то авторитеты, вот титаны, на которых ты стоишь. Они куда-то исчезают, все рушится. Ну, не то, что я прямо ей сказала, как же так, вы выступали, что вы такое говорили. А она тогда спектакль ставила по бесам на нашей кафедре. Я не ходила, но у меня диплом был по бесам, бесу Достоевского. И я говорю, как же мы с вами с темой угадали. А у меня первая тема была идея русского бога в романе «Бесы», как раз про этот русский мир, про русскую идею, противостояние Западом и так далее. И она говорит, да-да, вот ты видела мой спектакль? А я не видела спектакль, но я видела чудовищную статью об этом спектакле на сайте университета. Там как-то все связано с современной повесткой, в том смысле, что, ну, чуть ли не Достоевский писал о том, что нужно спасать детей Донбасса, вот что-то такое. Я говорю, ну, нет, я спектакль не видела, но я почитала статью абсолютно ужасно, не знаю, кто ей написал, а она мне говорит, это я ее написала. А я ей говорю, как же так, Геана Викторовна, Достоевский мне об этом писал свой роман. Она говорит, да, знаю, но чтобы никто ничего дурного не подумал. Ну, как ты? Говорю, ну, как же так все происходит? Ну, мы здесь как бы выходим на ту тему, которая меня больше всего волнует. Как вообще так может происходить? Как с Любовью Андреевной все это может происходить? Как мы все можем молчать? Потому что, я не знаю, первый момент, когда началась война, я думаю, сейчас университет вообще поднимется там, не знаю, какие-нибудь студенческие демонстрации. И раз, и тишина. И не только тишина, а там еще какие-то буквы интересные появлялись на университетах. И она говорит, ну, вот, каждый выбирает для себя. Каждый сам выбирает, что ему сейчас важно. молчи, молчи. Вот если смотреть, читать новости, все новости, которые проходят о репрессиях, о том, что кто-то хватает, о том, что кого-то встречает, кто бы доставил палки в колеса, это 100% про нас, про тоталитарное государство. То есть прямо в этот момент я это чувствую. Когда просто живешь, будешь на работу, ну какие-то вещи тоже хочется отрежуществить с поведением тоталитарного государства, но чаще всего это либо гильдяйство, либо какое-то такое чушь какая-нибудь вообще, какое-нибудь недостойное поведение такого конкретного человека, чудовника. И я это не могу воспринимать как нечто государственное, это какая-то мелочь. Видимо, пока государство в лице каких-то органов не пломилось вдома, не перевернуло все, все-таки это как-то далековато, немножко абстрактно. Так, умом понимаю, что, наверное, да, но так, чтобы я это чувствовал, и от этого страдал постоянно, наверное, нет, потому что, если бы я страдал, ну, наверное, нужно было бы уезжать, я так думаю. Ну, и, может быть, среди других важных причин, ну, конечно, то, что ты не уезжаешь никогда, ну, и, конечно, то, что некуда уехать, тоже важно, по сути дела. А потом еще, кстати говоря, вот если бы нам какой-нибудь домостовой придумали, могли, аргументировали бы наш быт и смотрели, как мы живем каждый день, каждую минуту, что мы говорим, что мы едим, как мы уходим, какой походкой. Вот это был бы ужас, но ведь этого не будет. Поэтому быт. Быт тоже быт иногда не дает думать о луке-то лекаре. У одного мужика померла жена. Он ее любил шибко. Похоронил он ее и стал жить один. Вот надо ему было на собрание партийное идти. Одел он пиджак, а в кармане нет партийного билета. А раньше за такое из партии могли исключить. А на собрание идти надо. Он уснул, и пояснилась ему его жена, и говорит, твой партбилет у меня в гробу. Ты его обронил, прощаясь со мной, пойди. Отрой меня и возьми свой билет. Он встал, пошел, отрыл. А она его предупредила, чтобы он не смотрел ни ее лицо. Он нашел билет и посмотрел ей на лицо. И весь теперь седой. Потому что ее ел большой червь. Записано в селе Ильинка Калачеевского района Сахалинская область от Яценко Клавдии Андреановны. Фолкратова, у вас ходатайств нет? Мои ходатайства уже озвучили. А, вы передавали 12 июня. Фолкратова ЛА через общественную приемную суда в Октябрьский суд о назначении лингвистической экспертизы суд. Суд будет озвучивать? Суду озвучивать? Это заявляла мой зашитник Петрова. 8 июля 2020 года. Описались, да? Дата у вас? Нет, мы... Любовь Андреевна, у вас дата 8 июля 2020 года. Ну? А, да. Ну, я уточняю. Я признаю. Да. Не надо ничего признавать, вы описались, так и скажите. Описалась. Ну, хорошо. Все услышали? Хорошо. Тогда административный орган, ваше мнение. Давайте мы, наконец, услышим, что же предъявлено, какое административное обвинение. У меня несколько раз был порыв, потому что опять погромче, а для кого-то и снова суда. Спасибо. Пожалуйста, Панкратова, знакомы с протоколом административного органа? Да. Да. Такое же содержание? Ну, так. Такое же содержание, описание событий? Да. В вашем присутствии протокол составлялся? Да. Какое ваше отношение? Признаете вину? Нет, не признаю. В полном объеме, частично, полностью? Полностью. Не признаю. И сам факт? Факт оспариваете? Нет. В содержании, трактовку и формулировку заменяемого мне правонарушения. Понятно. Объяснение давали, да? Считаю, что мой поступок, выступление в соцсети не является административным правонарушением. Так? Да. Спасибо. Будете давать объяснение? Вам же разъяснилось содержание в статье 51 Конституции Российской Федерации? Да, я знаю. Я вас спрашиваю, вы будете давать объяснение в суду? Я попрошу объяснение после выступления моих защитников. Почему? Как объяснение ваших защитников донесут до суда обстоятельства случившегося? Ну, то есть, не сейчас. Не следует. Но вообще, да, начинается с объяснения привлекаемого лица. Расскажите обстоятельства. Хорошо. Я бы хотела, помимо того, что уже прозвучало, сделать кое-какие разъяснения, которые... Панкратова, что-то вы как-то опять... Не теряйтесь. Ведь ваше объяснение – это один из видов доказательств. А позиция защитников – это не доказательство. Понимаете разницу? Ваша честь, простите, пожалуйста. Я привыкла в академической среде выступать. В этой среде я... А какая разница? Ну... Хотите лот трибуны, чтобы было ближе к академической среде? Нет, я могу здесь. Да? Можно сидя. Хотите сидя? Если вы позволите. Конечно. Позвольте, я буду вопросы задавать, чтобы... Можно не вставать, я же разрешила сидеть. Скажите, пожалуйста, вы же понимаете право, которое вам гарантируется статьей 51 Конституции? Вы имеете право отказаться от дачи разъяснений. В том числе в настоящий момент. Понимаете? Понимаю, да. Панкратова, суду письменный защитник. Вы в курсе, что суду через общественную приемную письменно? В курсе, в курсе. Вы желаете в настоящий момент давать объяснение? Я хотела бы сейчас, ну как... Ну, что бы вы хотели? В настоящий момент я хотела бы выступить все-таки после выступления защитника. А письменно зачем давали? Ну, что вы скажете? Письменно вы давали объяснение привлекаемого лица 15 июня. Здесь вот три листа. Я сейчас не готова. Я себя плохо чувствую. Плохо чувствую? Да. А что у состояния здоровья? У меня повышенное давление. И я подвержена... Так что, и сейчас повышенное? Да. Так. А к врачу обращались? Специалисты? Я выпила таблетку. Что нам? Перерыв объявились? Для того, чтобы вы себя чувствовали. Здоровье – это же самое главное. Как дальше дело рассматривать с тем, что вы суду сообщили? Я прошу пояснения по моему выступлению. Ну нет. Суд должен теперь выяснить, не является ли это нарушением вашего права на отложение судебного заседания, если вы себя плохо чувствуете. Мое здоровье здесь вообще не... Не вставайте. Зачем вы подскакиваете? Ну, потому что я получила замечание. Замечание? Замечание вам никто не делал. Суд разъясняет регламент, законы, замечания. Не надо интерпретировать по-своему. Ну так что? Перерыв объявить, чтобы вам... Да. Если можно. Пару минут. А что изменится за пару минут? Я выпила таблетку. Еще одну. И у вас все будет в порядке? Да. Ну, в таких обстоятельствах, наверное, просто надо все-таки к врачу обращаться и брать оттуда справочку. Защитники, почему они разъяснили? Вопрос не возникал по самочувствию до сегодняшнего момента. Интересно, вы защищаете? Может быть, в больницу надо, справочку надо было взять? Любовь Андреевна, может, перерыв объявить? К врачу сходите? Нет. Ну как бы? Смотрите, покраснели, давление. Ну, пять минут. Я думаю, меня оздоровят. Давайте так. Значит, пять минут, конечно, это нереально оздоровиться. Полчаса перерыв. Объявляю. А вы смотрите, если надо к врачу, значит, давайте вопрос решим. И более того, надо себя беречь. Знаете, все время, вот у меня нет времени. Я все как бы откладываю на последнее. Хотя боюсь, что последнего может и не быть. Я все время хочу написать. У меня две литвы и подруги, очень близкие, с которыми у меня уже многолетняя связь. Чуть не полувековая у меня с некоторыми. Которые просто вот вычеркнули меня из своей жизни. Я хочу написать хотя бы одной из них такое письмо. Я вам пришлю его тогда, если я создам его. Я просто не могу понять, как можно 50 лет детей воспитывать, какими-то книгами обмениваться, ездить, отдыхать вместе. И теперь сказать, что, как одна из них написала, не пиши мне, ты мне враг. Я не хочу с тобой разговаривать. А я жила у нее, ездила. И она у меня жила, приезжала. Она из другого города. И я дочку ее, эту пухлую малышку на руках вымечила. Она мне говорит, не пиши мне, не звони мне, ты мне враг. Притом, это человек, который, я и говорю, который меня приобщил с Тругацким, с которым мы обсуждали убить дракона, спорили о соженительнии. Вот это я не могу понять. Я все время хочу заставить себя, это не просто письмо конкретному, может быть, человеку. Я просто хочу написать письмо, пусть даже в никуда. Но просто вот немой или какой-то словесно оформленный вопрос. А почему это? Как можно 40 лет расстаться и в 40 дней все разорвать? Она же знает. Она знает, что какое у меня сердце. Что я люблю, что я не люблю, что я добрая, что я не способна, кого-то там, ну, даже если человек враждебный что-то мне сделает, какую-то ему гадость ответную сделать. Она знает, что я читаю. Она знает, какие я стихи знаю наизусть. Она знает. И при этом считать меня врагом. Вот это меня... Я знаю, что есть такая боль, которая несравнима с нашими там распрямиями. Есть и страшные вещи, и боль. Но вот ситуация у меня вот эта, думаю... Я боюсь, если бы я в прямом смысле не пошлю, допустим, напишу, что я в ответ услышу гадость. Я в ответ не услышу, что покаяние или какое-то непокаяние, ну, раскаяние, или там, что всё не так, ты не так поняла. Я знаю, что в ответ я не услышу. Я услышу в ответ очередную какую-нибудь... Ну, то, что у меня, скажем, ещё больше разорвёт моё сердце. Я же говорю, всё это письмо, всё вынашиваю, лежу ночами, иногда не могу заснуть. Вот это... Какой-то вот... Веду внутренний разговор со своими бывшими друзьями. Веду всё время этот разговор и думаю, надо бы его записать, потому что... Ну, всё это уйдёт с нами. Ведь столько с нами уходит всего. Пойду я в поле, стоит дубравый. На этой дубраве белая берёза. На этой берёзе шелковые прутья, бумажные листья. гляну я на восход солнца. Там стоит девица. Там стоит девица. Чего ей дать? Чего ей подать? Подать ей острую саблю. Вычистить и выглотить язву из раба Божьего. Из головы, из глазок, из сердца, из живота, из костей, из белого тельца, из крови, из синих жилочек, из жёлтых маслов. Не я лечу, не придумываю. Пресвятая Матушка Богородица своей рукою, своего пленного. Анофим, святой угодник Божий, скорый нам помощник, берёт молоток, бьёт семьдесят семь бесов и раб Божий. Выгони язву из красной крови, из синих жилок, из жёлтых маслов, глазновую, ветровую, водовую и природную. Аминь. Записано в селе Семидесятное Хохольского района Сахалинской области от Григорьевой Марии Митрофановны 1927 года рождения. Запись Грачёвы и Д. В 1999 году. А сколько у вас вышивали? Сейчас уже что-то три-четыре всего. Потому что у меня как бы две так и остались на кафедре. Я не знаю, как их забрать. Я их раздарила почти все. И самое главное, что две из них я подарила вот этим своим, своей подруге, которая сказала, не пиши мне. Я ей и дочери подарила две свои вышиванки в последний визит. Ну это было два года назад или полтора. А так у меня сейчас их есть и на фотографиях. Вы же видите, я всегда в них. Я даже когда мне чудесно сделали мне фото. Мой ученик Петя, который с разбитым зеркалом, вы видели? Вот эти снимки с разбитым зеркалом. Он мне сказал, что придите. Я хочу сделать серию ваших фотографий ко дню рождения. И я пришла в вышиванках. Он говорит, Любовь Андреевна, вы продолжайте. Он меня поддерживает, но он говорит, я не такой отважный. Вы не боитесь? Я говорю, а что тут бояться? Ну смотрите. И сделал меня вот в этих вышиванках. Я пришла вот в этой, белой и черной. И он сделал с белой и черной. Зеркало разбилось не так, как нужно. Хотелось, чтобы на столе лежало зеркало. И она в этом разбитом зеркале отразалась. Но, короче, все пошло через одно место. Ничего не получилось. Я раскроился. Ну и поэтому завязал съемку. То есть, Любовь Андреевна, Ну она пришла, а я разбил зеркало. Она такая, а зачем ты это делаешь? Ну как зачем? Так надо. Нужно было два зеркала у меня. Одно разбил неправильно. Понял, как бить. Разбил второе. Но второго не было. Потому имеем то, что имеем. Любовь Андреевна молодец. Не позировала. Вообще, работать с людьми, которые внутри себя, чтобы иметь содержательное, просто удовольствие. Вот Любовь Андреевна, она имеет в себе опыт, знания и аудицию. Все это в глазах. На лице, в морщинках. А предложил я ей практически сразу, вот как узнал, что ее хотят штрафовать. Но она сказала, Петя, я не хочу связываться. Мне ничего этого не нужно. Ну а потом, спустя месяц-два, она сказала, а давай ты меня сфотографируешь? Я сказал, давайте, не вопрос. Хотелось просто показать. Любовь Андреевну показать просто, да, и обратить мне внимание. Написать, там, хоть шпорт написать. Хотелось написать о том, какие септодицы, какие негодяи там сидят. Чему они могут научить учителей, которые будут дальше учить детей? Это же, ты же понимаете, что это такое? Ну, конечно, понимаете. Это же ужас просто. Я не знаю, потому что они учит учителей, которые... Они же того же самого Орвелла читают, да, и потом устраивают вот это вот судилище. Причем люди, которые... Ну, короче, ну, это просто жуть. Они все это анализируют. Они занимаются русским языком. Они все только как-то понимают. Они понимают, что есть русский язык, есть украинский. Вот они, да, вот эти люди. Вот эти все корни. И они устраивают вот это безобразие. И раним воск лежит сейчас, порочается и завидует. Никогда бы такого не додумался. Ну, короче, примерно так прошла по сессии. Я все равно как-то его люблю. Но я понимаю, что я люблю старых сахаринов. Вот этот, который я любила приглашать коллег, знакомых, друзей из разных городов. Который я вечно рекламировала. Говорила, что это один из самых лучших городов центральной России. Как бы я понимаю, что вот люди в Челябинске, допустим, они имеют меньшую связь, чем Сахалин с Украиной. И в моем понимании, на самом деле, вот есть Россия бомбит Украину. А в моем понимании есть еще одна коннотация, что Сахалин бомбит Харьков. То есть я знаю, у меня, например, у меня есть пара знакомых в Харькове. Один молодой человек остается в терробороне Харькова, и периодически мы переписываемся. И он говорит, видно, как с вас, типа с вашей стороны, выпускают ракеты по Харькову. Или, конечно... Вот я чувствую, как у меня нет коллективной вины за то, что Россия бомбит Украину. Потому что я говорю, что не Россия, а Путин и его шайка-лейка. И вот как-то я делаю вместе с своей редакцией... Вообще сейчас журналисты многие, с которыми я знакома, кого защитили, делали все это время, все возможное, чтобы этого не допустить. Я не считаю, что мы что-то там не сделали не так. Я считаю, что просто мы делали много, и это нельзя отрицать. Но, к сожалению, мы живем в стране, которая, как скажем, большей частью поддерживает Путина. А вот то, что Сахалин бомбит Харьков, для меня это какая-то личная трагедия. Вот здесь я как раз и чувствую какую-то свою вину. И мне не хотелось бы. Но не в том, что я понимаю, что не я выпускаю ракеты, конечно же, не я иду с автоматом на Харьковчан. Но жить в этом мне, мне кажется, я бы сошла с ума. И сейчас, на самом деле, для меня самое страшное, это действительно какой-то мой личный страх и переживание, что я где-то встречу жителей Харькова и скажу, что я из Сахалина. И для меня это как... Как я могу сказать человеку? Привет, я из Сахалина. Мы тебя поймем. Жахаться, вжахнуться. Пугаться, ужасаться, ужаснуться. Я действительно, наверное, имею украинский акцент. Мы все в Сахалине имеем украинский акцент. Потому что Украина рядом. В лексике очень много слов украинских. Вокруг экаешье у нас окружение. Да я и сама, не знаю, может быть, в данный момент неуместно об этом говорить. Много лет назад, уж полтора десятка лет назад, я разработала дисциплину, которая называется у нас региональная лингвистика. Где изучала особенности языка. Сахалинщины, курщины. Особности названия. Особности писательского почерка в связи с этим у местных акторов. Особности топонимов, названий. Сейчас я даже не знаю, кто ведет его. Ну, книги мои есть, поэтому, наверное, свято место пусто не бывает. Наверное, кто-то ведет мои курсы. Но, повторяю, что я как-то студентов отправляла в электронные ресурсы, там что-то поискать новенькое. Они говорили, любовь Андреевна, мы забиваем региональная лингвистика и ваши книги, ваши статьи, ваши имена. И то есть вы у нас родоначальник. Я, конечно, понимаю, что у каждого региона есть, наверное, свой такой фанат, как я сама там была. Вот. Ведь Сахалинская область вся, ну и тот же Камшатский район, который близко прилегает, ведь у нас вся же, у нас же вся через полосица. Я еще тогда в детстве заметила одно на украинском, второе на русском, одно на украинском, второе на русском. Они вот две соседки какие-нибудь, свати, и говорят на двух разных языках. Не видят этого. Я даже студентам приводила пример. Вот если бы тогда можно было записать, я бы записывала. Ну, сейчас на телефон можно записать. Вот они сидят, разговаривают. Одна рассказывает другой, как садить огурцы. Одна говорит, ой-то берешь ведро. Вот они так произносят. Бухнешь воды, соли, а то ни едной цебарки не высточить. Вот сидят и прекрасно понимают друг друга. Одна на украинском, другая на русском. И думая, если я им сейчас скажу и начну записывать, они испугаются. Но они не чувствуют, что они говорят на разных языках. У нас вот это плотное сосуществование русского и украинского языка. И что все слова, которые они там называли, ну, типа таких незатейливых, как арбуз. Арбуз по-украински у нас так называют тыкву. У нас слово тыква вообще в лексиконе его практически нет, естественно, в разговоре. Потому что это арбуз. А наоборот, арбуз, кавунь. И других-то практически нет. И в быту только и кавунь, кавунчик, и такие свекла, буряк и прочее. Вот пошли об этом разговоры. И многие говорят о том, что это же украинские слова. Это же украинские слова. Жминя там и так далее. А некоторые спорят, говорят, да какие они украинские. Они всегда у нас были. Всегда у нас. И дробына, в смысле лестница. И циберка, в смысле ведро. И цибуля, в смысле лук. И так далее. У нас иногда, например, то, что диалектный язык богаче, чем литературный русский. Сейчас просто есть слово мешок. Ну вот, если что-то там в мешок. А ведь раньше, я обращала внимание, мы записывали. Есть чувал. Это большой мешок. Есть оклунок. Это такой средний мешок. И есть сума. Это такой еще меньше. Переметный в обе стороны. И когда две соседки говорят, сколько вы картофель, сколько вы картофель там собрали. А одна говорит, да там десять чувалок. А какие у вас чувалы? То есть имеется в виду, что она говорит, может там у вас оклунки, а вы чувалами называете, считайте. Ну и чьи. Чьи у нас очень чисто присутствует. Это просто неистребимо. Как вопросительная я вам говорю. Как вопросительная частица, которая присутствует на законных основаниях в украинском и в поэтском языке. И абсолютно незаконно присутствует в сахалинском говоре. Чьи. Сейчас я вам скажу сакраментальную фразу, которую я не знаю, переведете ли вы или нет. Чьи, ты, тью. Не переведете? Нет. Чьи, ты, тью. То есть тью, это означает, ну какое-то есть вот помещательство, ну сойти с ума и так далее. Это вопросительная частица. И когда говорят тебе чьи, ты, тью, то есть что у тебя всё в порядке с головой, это я вам перевожу с русского на русский. Я боюсь, что теперь это немножко, вот всё это. Мы много говорим о горе и крови и всё. Язык. Всё, что было, скажем так, интересно. Во-первых, даже я боюсь, что и это яблоком раздора становится. Вместо дневного поля вот таким яблоком раздора. Это наше, это не ваше, это вы у нас взяли, это вы у нас взяли и так далее и так далее. Ну, в общем, как бы даже вот такую заповедную сферу и то такое понятие нехорошее. Раздел. Хочу сказать вам, есть такое потрясающее украинское слово. У нас в русском языке его нет. Называется оно розбрат. Розбрат. То есть, когда ссорятся братья и у них возникает такая непреодолимая какая-то неприязнь, ссора и говорят, да у них там в семье розбрат. То есть, братья не могут поделить что-то. Розбрат. Они не чувствуют друг другу вот этого тепла и каких-то кровных связей. И я потрясена была, что вот такое точное слово. Розбрат. Я вот сейчас поеду. Я в прошлые выходные была в Камчатке. И это, конечно, ужасно. Стоит два обгоревших торговых центра с обугленными стенами. Хотя это Россия и так далее. Вроде бы как считается, что у нас в Багдаде все спокойно. Когда у меня спрашивают, вот ты защищаешь, они вот такие. Я говорю, а вы знаете закон бумеранга? Это просто действие закона бумеранга. Как сказал мой один знакомый прекрасную фразу. «Не бомбите и небомбимы будете». Вот. Ну вот на это. То есть, почему я так пессимистически настроена? Потому что пропасть между нашими народами продолжает расти. Пропасть. Я вижу, она не затягивается, она растет. Сейчас, например, даже такая мелочь. Я вам говорила, что очень люблю вышиванки. И всегда в торжественных случаях я их надеваю. Всегда. Это мой самый, так сказать, был классный наряд такой. Черная вышиванка, красные на ней цветы, красные бусы. То есть, вот типичные, вот такое типичное. Теперь я его не рискую надевать. Потому что я понимаю, что это как тряпка для быка. Красная тряпка для быка. Не надо. 3 марта 2022 года. ВКонтакте. Пользователь Любовь Панкратова. «Не могу молчать». «Не могу молчать» — это название известнейшей статьи Льва Толстого, в свое время всколыхнувшей всю Россию в начале XX века. В самые страшные дни XXI века написаны сотни статей и призывов с этим же заголовком. От людей знаменитых и незнаменитых, а целых сообществ. Но Россию они не колышут. Я принадлежу к тем, у кого в эти дни сердце от боли разрослось до таких размеров, что уже ломает грудную клетку. Боюсь не выдержать, поэтому не могу и не хочу молчать. Хоть чем-то, хоть что-то, хоть напоследок. Над головой непрерывно гулят самолеты. Летят бомбить Харьков. Мой любимый, прекрасный, неповторимый Харьков. Несут смерть хараковчанам, моим еще теплым и живым братьям Володе и Гене, их мальчишкам — Димке, Саше, Вадиму, их женам, моей однокласснице Вале, моим любимым ученикам Вите и Аллочке, детям и внукам моего большого друга Николая Николаевича Сапы, недавно ушедшего, как будто в предчувствии грядущего харьковского апокалипсиса. Вчера от Володиной жены Оли получила смс-ку. Пока еще живы. Это вчера, а сегодня уже столько жертв. Это что ли они нацики, от которых надо очистить город? Они нацики, потому что любят Харьков, Украину, носят, чаще не носят, вышиванки, говорят дома по-русски, на работе по-украински и не хотят переезжать в Россию и жить по-нашему. Страшнее бомб то, что даже до друзей, до близких людей, до далеких, уважаемых когда-то мною людей не достучаться. Страшно от понимания, что никакими письмами и подписями не достучаться до каменных идолов в бункерах, затеявших братоубийственную войну. Они бесчувственны, потому что если бы у них и чувства были, они бы уже оглохли от взрывов, от криков протестующих на площадях, потонули бы в слезах матерей. Мне нынешняя ситуация с Украиной напоминает литературный сюжет. Незрачный и неприятный на вид кавалер долго домогался красавице. Она ему в ответ насмешку и кукиш, но кавалер был настойчив и мстителен, и вот она бьет ее в кровь, добиваясь «да» любыми способами. Но и разбитыми губами, умываясь кровью, она все равно кричит «нет», и он бьет ее дальше. Красавица моя Украина! Скажешь ли ты вымученная, выбитая сапогами «да»? Предпочтешь ли умереть свободной? Ты мною любима навсегда! Ты теперь любима всеми, чьи сердца открыты для сострадания во всем мире. Не надо меня упрекать в блядьстве. Я люблю свою страну, я не хочу, чтобы мир видел в нас дикарей, убивающих братьев, соседей, родственников. Я горжусь словами, которые мне написал в эти дни мой бывший ученик, харьковчанин Витя Гаврилов. Вы нас хорошо учили, учили быть справедливыми, учили любить Родину, учили не на словах, а на собственном примере, потому что сами ее любили, и любите ее сейчас. Вы настоящая русская. Россия — это не Путин. Россия — это вы. Пока есть такие, как вы, есть надежда на будущее. Эти слова — единственное, что меня утешает. А самолеты продолжают гудеть над головой, лететь на Харьков. Проходящие люди мимо, они очень косо на меня смотрели, даже больше не понимаю в плане, зачем. И я думаю, ну как бы, ну про себя потом уже подумав, я думаю, ну хотя бы, если я могу достучаться на приграничной территории хотя бы до одного человека, то есть этот один потом скажет еще одному, он скажет еще одному, он скажет еще одному, и тот еще одному, и тот еще одному, и так далее, и так далее, и так далее. И, возможно, люди не будут так сильно бояться выступать против, выступать против правительства, выступать против войны, какими-то своими действиями доказывать, что вы люди, что вы люди, Вы люди. Вы люди. Вы имеете право. Вы имеете право. Вы имеете право жить и отстаивать свою точку зрения в любой сфере, в какой бы то ни было. То есть хотя бы как-то так. Хотя бы как-то отстаивать свои права. Я не знаю. Но я считаю это нормальным. Да, я считаю это нормальным. Я считаю это нормальным. Но проходящие мимо люди. Они просто посматривали, брались за телефоны, чтобы сообщить куда-то. Конец. Субтитры сделал DimaTorzok